Друзья, всем привет! Меня зовут Ирина и обычно вы привыкли на моем канале видеть какие-либо рабочие процессы. Сегодня я хочу вам показать видео домашнего производства и мы с вами будем распаковывать посылку, которая пришла ко мне из Китая. Сразу видно по внешнему виду коробки, что коробочка немножко потрепалась. Вот этот внешний скотч, это уже мой скотч, поскольку я эту посылку уже открывала для того, чтобы убедиться, что с растениями все в порядке. На обратной стороне есть иероглифы, означающие, что где вверх посылки, где вниз. Поэтому в принципе транспортная компания везла ее достаточно аккуратно, но не совсем. Я переживала, честно скажу, потому что это мой был первый опыт приобретения растений из такой далекой страны. Несмотря на то, что я проживаю в Казахстане, мы граничим с Китаем, но все же транспортная доставка из Китая в Астану заняла порядка трех недель. Поэтому, поскольку растения живые, естественно, я переживала, как они перенесут эту поездку. Итак, сразу на что я обращаю внимание, какое количество синтепона покрывает растюшки. Мы его сразу же убираем. И что же мы видим внизу в коробочке? А в коробочке мы видим аграрную кассету с большим набором маленьких растюшек. Вот так это все выглядит без коробки. Так, здесь у нас, по-моему, 128 штук. Ну, что мы здесь видим? Ну, во-первых, обратите внимание, что это называется доставка растений с открытой корневой системой. То есть здесь растюхи сидят вот в таких вот аграрных кармашках, которые можно свободно вот таким вот образом достать. Конечно же, первое, что мне нужно будет сделать, это осмотреть их внимательно, поставить на карантин, чтобы ничего из паразитов не пришло. Хотя на суккулентах так паразиты сильно не размножаются, как на листовых растениях. Но все же карантин никто не отменял. Давайте посмотрим внимательно, что же к нам пришло. Есть некоторые растения, которые уже имеют небольших деток. Надо будет их почистить, обязательно полить, потому что земляной комочек, безусловно, сухой. У некоторых растений немножко снижен тургор. Вот, например, вот здесь видно, что оно мягкое, но при этом выглядит неплохо. Я вижу, что в грунте есть перлит, земляной комочек, заполнен корневой системой. Но не факт, что вся корневая система живая, поэтому все буду пересаживать. Есть вот такие красавцы уже тоже с боковыми детками. Вот эту красу я хотела покупать в большом горшке, но она вот ко мне пришла. Посмотрим, как она будет себя чувствовать на моем балконе. У нас окна выходят на запад. Поэтому солнышко мы видим только вечером, во второй половине дня. Но чисто внешне мне очень нравится. Специально для них я заказала маленькие кашпошки, в которые я их буду пересаживать в специальный грунт, адаптировать их к нашим климатическим условиям и затем уже продавать поштучно. Кое-что оставлю себе. Как вы видите, здесь их 16 видов, по 8 штук каждый, поэтому всем хватит. Теперь давайте рассматривать каждую с названиями. Итак, давайте посмотрим. Грабтоверия Титубас. Поправляйте меня, пожалуйста, в комментариях, если я ошибаюсь в названиях. Потому что это мой первый опыт работы с суккулентами. Эхиверия хиолина. Они пока маленькие, по ним еще невозможно понять, как они будут выглядеть во взрослом состоянии. Молодила паутинистая. На самом деле оно не такое уж и пушистое, когда маленькое. Это просто прилип синтепон. Погуглите, пожалуйста, для того, чтобы посмотреть, как растения будут выглядеть в большом взрослом состоянии. Грабтоверия Аполлина. Мне очень нравится ее пушистость и вот эти красные кончики. Судя по всему, при солнышке она будет загорать. Эхиверия Куспидита. Опять же, могу ошибаться, поэтому буду рада вашим комментариям. Прямо пишите время и название цветка. Если я что-то делаю неправильно. Эхиверия Агавовая. Так, следующая малышка у нас. Грабтоверия Мрачная. Но по названию она не такая уж и мрачная на самом деле. Возможно, это чья-то фантазия, когда придумывали название. Эхиверия Агавовидная. Есть вот такие вот уже вытянувшиеся росточки. А есть еще вот такие малыши, которые покраснее. Очевидно, что большим было мало света в коробке. Следующая у нас. Эониум Ауреум. Мне нравится его внешний вид. Очень похож на зеленые розы. В будущем, когда он растет, он тоже растет в виде вот таких вот розочек. Так, это у нас Эхиверия Жемчужина Нюрнберга. Она, в принципе, одна из самых темных Эхиверий, которые здесь у нас в коробочке есть. Эхиверия Сурьион. Напоминаю, название я искала через специальное приложение, которое распознает растения. Поэтому, если вы специалист в суккулентах, поправляйте меня. Грабтопиталум Мендоса. Мендоса. Мне больше нравится. Он похож на какой-то очуток. Я очень надеюсь, что он будет расти такими гроздями. Листики похожи на сочные круглые пупырки. Эхиверия Лайм Эн Чили. Самая такая яркая, более сочная Эхиверия из всех, которые стоят здесь. Эхиверия Чихуахуа. Не знаю, почему такое название. Возможно, просто потому, что она Малипуська. Поправьте меня, если я не права. Есть еще вот такой вот экземпляр. Это тот же самый Эхиверия Чихуахуа. Но она уже идет с несколькими соцветиями в одном. Так, вот эту красотку я давно хотела в свою коллекцию. Красула Перфората. Мне очень нравятся ее квадратные листики. Точнее, они треугольные, но сверху выглядят как квадратики. И она имеет свойство загорать. По краешку будет такой красный кантик. Так, и последнее Эхиверия Айс Грин. Ну что ж, буду адаптировать все эти цветочки, пересаживать их в грунт, а затем готовить на продажу. Всем всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok